Медведь-тираннозавр Медведь-тираннозавр. Сильнейший хищник среди млекопитающих, не знающий себе равных, обладающий укусом, крошащим кости своих жертв. И имя ему Арктодус. Усаживайтесь поудобней, а мы начинаем рассказ о самом крупном медведе, жившем на нашей планете, обладающем укусом тираннозавра. После вымирания динозавров настала эра гигантских млекопитающих, таких как мамонт, индрикотерий, гигантский ленивец. И такое изобилие крупных травоядных привело к появлению гигантских хищников, охотящихся на них. Саблезубый тигр, гигантский волк, адский кабан. Грозные хищники, но все они разбегались, когда появлялся король того времени, гигантский короткомордый медведь Арктодус. Медведь, способный догнать лошадь и раздробить кости гигантскому ленивцу одним укусом. Он был самым крупным медведем за все время. Гигантский, 2 метра стоя на 4 лапах, 3 метра 30 сантиметров стоя на задних лапах. Что в 2-3 раза крупнее современных гризли, достигающий 1 тонны 400 килограмм веса, то в 1,5 раза больше белого медведя. По сравнению с современными медведями, у него была очень короткая морда, что вместе с необычайно сильными челюстными мышцами давало ему укус тираннозавра только среди млекопитающих. Как и его древний предок, он его использовал для разгрызания костей своих жертв. Изотопный анализ его костей показал, что в отличие от гризли, который в большей части вегетарианцы, Арктодус питался исключительно мясом. И требовалось ему минимум 16 килограмм каждый день. Это вдвое больше, чем нужно льву. Арктодус обладал очень длинными лапами, которые позволяли ему преодолевать много километров каждый день в поисках пищи. Его супер нюх позволял уловить запах убитой добычи за 9 километров. Но такие длинные легкие кости делали невозможным маневренное преследование добычи. При резком повороте его кости могли сломаться под весом собственного тела. Учитывая тот факт, что он был одиночкой, мы имеем не высшего хищника, а высшего падальщика, который как и тираннозавр использовал свои гигантские размеры, чтобы отпугивать саблезубов и волков и воровать их добычу. Это подтверждает изотопный анализ костей, который говорит, что он ел мясо всевозможных животных от лошадей до мамонтов. В то время как истинные хищники имеют специализации и предпочитают охотиться всего лишь на несколько видов животных. Например, саблезубые тигры охотились практически всегда на бизонов. Около миллиона лет Арктодус доминировал над всеми животными. И только изменение климата, приведшее сначала к вымиранию крупных травоядным, а потом в отсутствии добычи и других крупных хищников, привело к вымиранию Арктодуса. Но умер он последним среди них, так как трупов еще хватало долгое время. Но 10 тысяч лет назад вымер и он, медведь-тираннозавр. И вот так вот выглядит наш длинноногий мишка. Ну, по-моему, да, в документальных фильмах у него ноги еще более длинные. Вот первый уровень, 10 уровень, 20 уровень. Он у нас, как видите, редкий всего лишь. Да, такое существо нужно было делать, как по мне, легендарным. Все-таки это крупнейший млекопитающий хищник. Крупнейший мишка, в общем-то. Так что давайте сейчас сравним с той информацией, которую я вам уже озвучил. Гигантский короткомордый... Короткомордый медведь. Где потерялось две буковки. Внешне очень напоминает современных медведей. Ну, только у него морда короткая и лапы длинные. А так, похож. Он был одним из самых крупных хищных млекопитающих. Выпрямившись, он достигал более 3 метров в высоту и весил более 860 килограмм. Ну, информация у нас там 3,3 метра. И весил... Да, там, в документальном фильме нам говорили, что он в среднем весили, типа, килограмм там 550, по-моему, говорили. Но максимальный вес там тонна 400. Потому что современные белые медведи и гризли могут доходить там до 800, до тонны веса. Даже стоя на 4 лапах, короткомордый медведь был настолько высок, что мог посмотреть человеку в глаза. Ну, или даже выше. То есть, 2 метра. 2 метра в холке, ну, голова, то есть, ну, да, получается, глаза на уровне где-то 1,80 метра. Так, ну, и четвертый этап. Ух ты, прикольно. Я не замечал, что можно вот посмотреть этап, которого у тебя еще нет, вот в таком вот варианте. Так, что мы тогда делаем? Сейчас давайте его покормим. Получим пару мишек, трешку мишек и пойдем ими посражаемся, да? Так, ну, сделаем, наверное, 2,30 все-таки, ребята. Потому что, ну, чтобы было поинтереснее все-таки брать 3 одинаковых существа. Хотя, в принципе, не так уж опасно, потому что мы же будем сражаться, скорее всего, с динозаврами. Думаю, ладно, думаю, сейчас у нас получится. Главное запомнить. 114 урон и 174. Погнали. И вот наш последний мишка. Короткоморда медведь. Назвали бы его Арктодус. Мне как-то звучит так повеселей. Так, ну, такой 150, 100, 100, 100. Не страшно. Блин, смотрите. Ну, вот с такого ракурса он выглядит еще, типа, массивным, да? Но сбоку, да, он крохотным был. Конечно же. Ну, хотя, смотрите, если он весил тонну 400, то, допустим, какой-то там цератозавр весил тонну. Так что... Так что так что... Медведь мог бы еще и пободаться с каким-то хищником. Так, ну что, смотрим на атаку. Стал на две лапы и такой высокий замах. Ну, посмотрим, какая у него будет суперка. Ну да, из-за длинных лап он кажется каким-то хрупким. Не посчитал, сколько просто баллов он потратил. Наверное, все потратил. Я тут пока его разглядываю, разглядываю, любуюсь нашим арктодусом. Атака на два. Так, ну, раз, два, три, раз, два. Так, ну теперь бы нам накопиться бы по максимуму. Ну, максимум, то есть это хотя бы шесть. М-да, это легко. На все восемь. Пойдем. В атаку. Так, не помню, какой длины были когти у нашего арктодуса. Конечно, не такие, как у гигантского ленивца, но, думаю, тоже не кисло. Ну, наверное, если взять настоящего раптора... Не, у настоящего раптора там до 30 сантиметров были когти. При том, что он сам был ростом 30 сантиметров. Нет, что-то как-то много. Лютый и свирепый мышка. Так, сейчас мы тогда качаем нашего мишку на сороковый левел. И еще идем сражаться. Может быть, даже саркастодончика возьмем. 75! Отлично. Баг стоит всегда хорошо. Так, амфицион нам не нужен. Нам нужен арктодус. Так, ну, он немного еды на себя требует. Посему давайте его качать. Так, стал он у нас таким, как-то, белым. Точнее, наверное, пепельным, либо седым. Так. Так, у него стойка, как у саркастодона, по-моему. Так, вот так вот. Ну, честно говоря, я был бы рад, наверное, чтобы больше изменений каких-то ему добавили. А так он все-таки какой-то... Ну, как обычный. Как настоящий медведь. То есть, особо ничего в нем не изменилось, кроме раскраски. Так. Ам-ням-ням. Ам-ням-ням. А я уже тут. Так, вот такой вот у нас мишка. Смотрим, у него 246 силы удара. Давайте сейчас посмотрим. Кстати, здесь же купа... Целая купа редких животных, которые имеют примерно такие же показатели. Амфицион вот у нас так тут есть. Эндрюсарх. Архиатерий. Адская свинья. Так, что у нас еще здесь? Вот, смотрите, из редких. Дипротодон. Много жизни, мало урона. Вот у нас еще есть Энталодон. Еще один адский кабанчик. Законченные зубы. Да. Так, стоять куда-то. Я не туда вышел. Кто у нас еще из редких есть? Есть еще и Глиптодон. Так. Есть Олень. Так, на нас интересует больше хищники. Мегистатерий. Мегистатерий вообще капец жизни. Ты целый косарь у него. Во! Есть у нас Саркастодона возьмем. 400 на 200. Слабенький, конечно, удар. Ну и есть Носорог. Так, смотрите. Вот таки это у нас лютый бобер. Лютый бобрик. Так, 206. Запоминаем силу удара. И 246. Погнали, ребятки. Давайте вместо Амфициона возьмем Энталадона. Даже Архиатерия. Так, и... И берем нашего короткомордового мишку. Так, ну что? Мишки против динозавра. Мишки Гами. Такой был когда-то мультфильм. Так, 3 хищника против нас. Правда, не посмотрел, какие у них показатели по удару. Давайте уже перенесемся. Монолофозавр. Это ты зря сделал. Да, ударом очень похож. Ну, то есть, механика одинаковая у них. 3. На 3 ударил. Опять тут залюбовался. Блин, ну вот это как Архиатерия. Вот эти свиньи. Они просто, смотрите, какие-то бешеные. Просто какие-то бешеные. Как какие-то пришельцы. Вот эти вот наросты. Ну, конечно, они не такие были в реальности, но, тем не менее, они были. Наполовину длины. Атака на 2. Из 4. Нет, 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 нет. Мы вот так вот будем делать. Оставим самое сладкое. Ой, взяли его, убили. Тогда у нас медведь против тиранозавра, ребята. Это круто. Так, ну сейчас этого мы сольем. Так, один балл у него остался. И это круто. Очень, очень классно. Я его и назвал медведь тиранозавр. И у нас последняя битва. Битва с тиранозавром. Это круто. О, вот это мне понравилось. Такой супер удар. Нормалек. Медведь тиранозавр. Медведь, съевший тиранозавра. Ну, конечно же, в реальности никаких шансов нет. Противо там 70 тонн тиранозавра, несчастная тонна мишки, это вообще ни о чем. Он даже бы его не заметил. Ну что, ребятки. Вот такие вот у нас были дела. У нас уже есть и новый босс акула. И много чего нового. Ну, об этом в следующих сериях. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравились видео такого формата. Так что не забывайте ставить лайкосики, чтобы я их делал побольше и почаще. Всем пока.